Тревогу забили жители поселка Акум от Рарского района. В поселке на руках, ногах и даже лицах взрослых и детей огромные язвы появились еще летом. Причем малыши были поражены язвами больше. С жуткими ранами дети ходят в школу. В Мадиной Бырысовой заболело сразу четверо детей. Женщина обрабатывает образовавшиеся язвы по несколько раз в день и надеется, что раны скоро заживут. Сначала перекисью, потом йодом, потом мазью. Началось все как с укуса комара, а потом все крупнее, болячка. Точно не знаю, от чего это, но думаем, что от укуса москитов. Мы сами лечимся как можем. К нам из области врачи на помощь не приезжали. Как рассказали на брифинге специалисты, инкубационный период длится от двух недель до четырех месяцев. Язвы не заживают долгое время в осенне-зимние месяцы, а затем образуются рубцы. Эти пациенты вообще обращаются к районным дерматовенерологам. Диагностика несложная, поставить диагноз тоже несложно. Если действительно лабораторно подтверждено, выставляется диагноз, назначается симптоматическое лечение, антибактериальное лечение. В основном лечение местное. Это метилурациловая мазь, сетроклициновая мазь, левомиколь. Это антибактериальные мази, антисептические. Лейшманиоз, именно кожаная форма, она регистрировалась всегда, бытность еще в советское время. Ежегодно регистрируется у нас в области. Три области являются индемичными. Индемичными зонами по природе являются природными очагами Лейшманиоза. Это вот те населенные пункты вдоль реки Сандари, особенно левый берег, где источником являются грызуны, это большая песчанка, а переносчиками являются москиты. У нас жаркий климат, вы знаете, много это встречается. Эти грызуны являются основным источником болезни. Переносчиком живозбудителей являются москиты, которые становятся заразными через 6-8 дней после кровососания на грызунах. Заражение человека происходит через укус москита. Заболевание не передается от человека к человеку. По словам специалистов, резкие роз заболеваемости произошел за счет эндемичных районов. Что касается села Акум, то здесь на протяжении нескольких лет, после того, как перестали регистрировать случай Лейшманиоза, обработку территории не делали. В данное время специальная комиссия изучает все данные, после чего будет составлена картография района, которые подлежат профилактике. Отметим, что на обработку территории ежегодно выделяется порядка 5 миллионов тенге.